Губернатор Калининградской области предложил предпринять ответные меры на решение Литвы ограничить транзит товаров, попавших под санкции ЕС. Они могут коснуться в том числе транспортного комплекса стран Балтии. О том, к чему это может привести. Литва ограничила грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. С 18 июня железные дороги Литвы перестали пропускать ряд грузов в Калининградскую область и из нее в другие регионы России. Причиной для запрета стало разъяснение обновленного регламента санкций ЕС. О том, какого развития событий следует ожидать, комментарий политолог Георгия Буфта. Даже частичное перекрытие транзита в Калининградскую область становится новой точкой эскалации противостояния России с Евросоюзом. Некоторые могут предположить, что непосредственным информационным поводом для действий литовских властей стала недавняя инициатива думского депутата от Единой России Евгения Федорова отозвать признание Литовской республики Госсоветом СССР в 1991 году. Депутат сослался на некие якобы допущенные тогда юридические нарушения, заявив, что Литвой дело не ограничится. А вот нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который в начале нулевых, будучи главой Думского комитета по международным делам, вел переговоры о калининградском транзите с Евросоюзом в ранге спецпредставителя президента, напомнил, что неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и граждан России было встречное обязательство Федерального собрания Российской Федерации о ратификации договора о государственной границе с Литовской республикой. Рогозин также многозащитно добавил, что если Бруссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по калининградскому транзиту, то в Евросоюзе должны понимать последствия своего суицидального решения для легитимности своей же собственной восточной границы. Надо сказать, что тема калининградского транзита стала подниматься балтийскими политиками еще в марте. Однако, до недавних пор официальная позиция Вильнюса была в следующем. Поскольку речь идет о трехстороннем соглашении ЕС России и Литвы, то не Литве эти договоренности нарушать. Теперь же Вильнюс ссылается на некие разъяснения Еврокомиссии относительно шестого пакета антироссийских санкций, а также на регламент еще от 31 июля 2014 года. Доподлинно неизвестно, как именно принималось нынешнее решение. Возможная инициатива исходила именно от Вильнюса. По крайней мере, железнодорожный директив Евросоюза разрешает государствам-членам, у которых есть границы с третьими странами, делать исключение для транзита, и Литва была единственной в Евросоюзе, кто этим правом до сих пор пользовался. Кроме того, еще до шестого пакета санкций можно было найти такие товары из числа попавших под санкции, в отношении которых ввести отдельный запрет на транзит. Но Литва на это не пошла. Хотя прецеденты были даже еще до 2014 года, когда Литва запрещала провоз через свою территорию некоторых видов лекарств, содержащих феноборбитал. Ну и теперь Еврокомиссия довольно долго тянулась с разъяснениями. Тем более, что отдельным пунктом ограничения транзита в Калининград в рамках шестого пакета не обсуждался. Наверняка в Брюсселе понимают всю серьезность принятого в данном случае политического решения, который может затронуть до 50% грузооборота Калининграда с остальной Россией. В последнее время его объемы всеми видами транспорта оценивались примерно в 10 миллионов тонн в год. Большая часть, разумеется, приходилась на железнодорожный транспорт. И хотя пока решение касается только грузового железнодорожного транспорта, но не пассажирского и автомобильного, важен прецедент. Нефтепродукты, бетон и арматуру, да и много чего еще грузовиками не навозишься. Справятся ли имеющиеся в распоряжении в данном регионе суда с такими объемами перевозок? Оперативной и официальной реакции Москвы на решение Вильнюса пока не последовало. Набор ответных санкций со стороны России пока не очень просматривается. Кажется, все уже запретили, что могли. Еще месяц назад Литва прекратила импорт газа, нефти и электричества из РФ. Послы отозваны, консульство закрыто. Реагируя на днях на инициативу, как она назвала его эксцентричного депутата Федорова, премьер-министр Литвы Ингрида Шамонита призвала не придавать ей слишком большого значения, назвав юридическим нонсенсом. А один из литовских депутатов как бы в шутку призвал в ответ на отзыв признания независимости Литвы отозвать признание Поляновского мирного договора от 1634 года, потребовав, чтобы Москва вернула все оккупированные территории Великому княжеству Литовскому, включая Смоленск, и еще признала бы власть поискового короля Владислава. Впрочем, он и депутат плохо знает историю. По Поляновскому мирному договору Россия как раз отказывалась от смоленских земель в пользу Польши. Она вернет их довольно скоро. Зато Владислав IV окончательно отказывался от притязаний на московский престол, который имел все шансы занять еще в смутное время, если бы не слушал своего спесивого отца и принял православие. А так, конечно, за исчерпанием ресурсов экономических санкций можно и дальше умножить юридические нонсенсы, включая запрет сообщения России с российским же регионом. Ну или начать рассматривать уже другие, более весомые аргументы. Литва запретила железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград. Под запрет может попасть до 50% всех транзитных грузов. Губернатор региона заявил, что действия Литвы незаконны и могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Ответные меры Москвы на решение Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область обсуждаются. Они могут коснуться в том числе транспортного комплекса при Балтике, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Мы будем добиваться отмены разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций. Это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения, заявил губернатор. В полночь субботы литовские железные дороги прекратили транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС. При этом в МИД республики говорят, что еще ждут разъяснений от ЕС. Продолжит Вера Сапрыкина. Еще в конце февраля Литва и Польша, находящиеся между основной частью России и Калининградской областью, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Это произошло на фоне затянувшихся на несколько месяцев проблем на белорусско-литовской таможне. Грузовики, которые везли товар в регион, стояли в очередях по несколько дней. Но в апреле был принят пятый пакет санкций ЕС. Российские и белорусские автоперевозки по территории Евросоюза запретили. Тогда власти региона отмечали, что есть еще железные дороги, открытое небо над Балтикой, а на самом Балтийском море планируется увеличить число паромов. На все это не распространяются санкции, говорили они. Но, как нам рассказывали местные бизнесмены, весной перевозки по морю не спасали, а авиаперевозки нерентабельны. И запрет на ЖД-перевозки ситуацию, безусловно, ухудшит. По словам губернатора области Антона Алиханова, литовские железнодорожники объясняют свое решение тем, что получили разъяснение от Еврокомиссии, что на них не распространяется решение, на основе которого транзит осуществлялся ранее. Санкционные товары – это до 50% всего ввозимого в регион. Это и стройматериалы, металлы и так далее. Причем, как объяснил позже Алиханов, на нефтепродукты запрет на транзит временно не распространяется, а переходный период действует до 10 августа. Еще в марте в Вильнюсе велись дискуссии, чтобы полностью закрыть сухопотные границы с Россией и Белоруссией. Тогда премьер республики Ингрида Шамонита заявляла, что остановка транзита в Калининград не обсуждается. В одностороннем порядке Литва принять такое решение не может. Это прерогатива Евросоюза. И ссылалась она как раз на трехсторонний договор России, ЕС и Литвы 2003 года. Он был подготовлен как раз ко вступлению страны в еврозону годом позже. Так Литва стала восточной границей ЕС. Поэтому Евросоюз должен понимать последствия для легитимности своей собственной границы, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В начале нулевых он участвовал в создании этого договора как спецпредставитель президента. Литовские железные дороги заявили агентству ЛРТ, что просто выполняют санкции ЕС, которые с середины июня должны были вступить в полную силу. При этом замминистра иностранных дел страны Мандас Атаментас сказал, что Вильнюс ждет разъяснения от Евросоюза. Распространяются все-таки ограничения на российский транзит или нет? Может ли быть происходящее самоуправством литовских железнодорожников? Вряд ли. Но есть ли у Москвы рычаги давления на Вильнюс? Комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Потому что все-таки она очень сильно зависит по газу. Вот Литва, она в этом плане не является такой зависимой страной. Поэтому возможности наши политические, экономические, какие угодно. Поэтому здесь возможности наши крайне ограничены. Вследствие этого сейчас вот Лития ничего не может дельного предложить. Значит, нужно сейчас не заниматься какими-то дебаршами. Надо продумывать новую логистику доставки грузов в Калининград. Алиханов заявил, что ведет переговоры с МИД России и посольством в Вильнюсе. Но за сутки с момента появления первых сообщений об остановке транзита российские дипломаты не проронили ни слова. Важно понимать, что товары, на которые наложены ограничения, могут быть произведены в России. По факту, это обычная перевозка из одного региона страны в другой. Не является ли это вмешательством во внутренние дела России? И почему Москва не торопится с ответом? Суббота все-таки, говорит гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Куртунов. Но Литва – член НАТО, и угрозы войны, возможно, у местной в таких случаях сейчас не обсуждаются. Я думаю, что, наверное, с учетом того, что это может быть не единственное решение такого рода, наверное, в Москве обсуждается какой-то более общий ответ на, возможно, логичные шаги страны других наших соседей. Все-таки речь не идет о блокаде Калининградского. Все-таки воздушное пространство над Балтикой, да и саму Балтику, нам не закрывают. Поэтому очень хотелось бы надеяться, что, в общем, удастся удержать этот кризис в каких-то разумных пределах, не переходя к разной черте. Если ЕС все-таки подтвердит необходимость ограничить железнодорожные перевозки в Калининград, оспорить это решение будет еще сложнее. Тогда региону останется только привыкать к морским и авиаперевозкам. Буквально за несколько часов до ограничения транзита губернатор Калининградской области Алиханов, выступая на ПМЭФ, оценил перестройку логистики в обход в стран ЕС в 10 миллиардов рублей. Продолжение следует...